Время Х на информационном канале Севастополя. 2017 год для государственного историка археологического музея заповедника Хирсонес-Таврический богат на юбилейные даты. Это и 125-летие самого музея, 170-летие со дня рождения основателя музея Карла Костюшко-Валюжинича, 190-летие с начала археологических раскопок. Одним из значимых событий стало возобновление работы античной экспозиции. Десять лет здание приходило в упадок, и вот реконструированный музей принимает многочисленных посетителей. С обновленной экспозицией еще 19 августа знакомилась Юлия Ефремова. Сегодня античный музей Хирсонеса Таврического впервые после 10-летнего перерыва встречает гостей. Однако самым первым его посетил президент Российской Федерации Владимир Путин. Его благодарственное слово в книге отзывов первое. Глава государства экспозицию музея осмотрел 18 августа. Торжественное открытие античной выставки днем позже. Присутствуют здесь друзья и коллеги музея. Мы сможем наблюдать эти прекрасные вещи в совершенно новом обрамлении и завидовать этому музею, что здесь такие глубокие научные корни. Я хочу от имени всех нас пожелать Хирсонесу процветания и выразить слова глубокой благодарности тем людям, благодаря которым эта экспозиция смогла возродиться. В течение долгого времени здание музея находилось в упадке. Основные ремонтные работы велись с сентября по декабрь минувшего года, отмечают сотрудники. Нелегко удалось и оборудование самой экспозиции. Задачу ставили выдержать доступность и простоту информации, но при этом с применением современных технологий. Реализовать задуманное удалось. В выставочном зале установлены различные интерактивные экраны и 3D-пирамида, на которой отображаются находки золотых украшений из раскопок Хирсонеса в собрании Эрмитажа. Всего в обновленной экспозиции более трех тысяч экспонатов. Заведующая отделом античной истории Виктория Нессель подчеркивает, выставка расширилась на 30% по сравнению с прошлой коллекцией. Мы впервые представляем такую полную, вернее, такую обновленную коллекцию. Самая древнейшая находка связана еще с памятниками до греческой эпохи. Мы показываем находки рубежа 9-8 века до нашей эры. А самая поздняя из наших находок – это конец поздней античной эпохи, это находки 4-5 века нашей эры. Отметим, реставрировали музей за федеральные средства в рамках целевой программы. Приурочили его открытия сразу к нескольким событиям. 125-летию музея, 170-летию основателя музея Карла Костюшкова-Люжинича и Дню археолога. Юлия Ефремова, Павел Булгаков, информационный канал Севастополя. Продолжим тему с гостей из студии. Это Светлана Евгеньевна Мельникова, директор Государственного историко-археологического музея заповедника Херсонес Таврический. Здравствуйте, Светлана Евгеньевна. Здравствуйте. Как было сказано в сюжете, первым посетителем, кто оставил свою надпись в отзывах, стал президент России Владимир Путин. И не только он был из высоких гостей. Что привлекло их внимание? Вы знаете, прежде всего мне хотелось бы сказать, что сам факт открытия музея античной истории первыми лицами страны, и на открытии был и президент, и председатель правительства, и министр культуры, мне кажется, это очень значимо. Музей был закрыт долгие годы, 12 лет. И открытие этого музея трудно переоценить. И я, наверное, повторюсь, если скажу, что я впервые в своей практике встретилась с таким явлением, как город ждал музей. И мы прекрасно понимаем, насколько загружен наш президент, сколько невероятно сложных проблем ему, наверное, ежечасно, ежеминутно приходится решать. И, конечно, я была удивлена и потрясена тем вниманием, с каким он осматривал экспозицию. Ты слушал оперу в Херсонесе, и этот, я думаю, вообще не забываем. Опера, конечно, но когда президент остановился около присяги Херсонеса, редкий музей имеет такой памятник. И он ее читал. И так внимательно ее прочитал, и обратил внимание на те вещи, которые, ну, прямо скажем, не привлекали моего внимания до этого. Клятва Херсонесита о необходимости сохранения территорий и возвращения всего, что принадлежало Херсонесу. И на это, конечно, откликнулся и Дмитрий Анатольевич. А затем мы подошли, внимательно смотрели буквально каждую витрину и очень внимательно смотрели на портрет юноши. Были потрясены качеством этого памятника. Он прошел через века, третий век до нашей эры. Сложнейшая техника инкаустики. И вот все вот эти моменты привлекали внимание. А вот уже в конце, когда я показала президенту сохранившуюся первую книгу посетителей, он очень внимательно посмотрел на дату. Это был август 1892 года, когда в Севастополь пришла иностранная яхта. Мы не знаем, кто были гости этой яхты. И вот они оставили первые автографы о посещении античного музея. Это, конечно, было необыкновенно интересно. И вот слова благодарности президента за возрожденный музей, конечно, для нас очень значимы и очень трогательны. Это был такой яркий старт. И пользуется ли сегодня эта выставка, эта экспозиция популярностью? Действительно, старт был очень яркий и ко многому обязывал. Я вам хочу сказать, что на сегодняшний день, сегодня уже больше данных до 12 дня я получила. Я знаю, что после полудня были еще группы. 208 групп прошло через античный музей и индивидуальных посетителей больше трех тысяч. Эти цифры о чем-то говорят. Как вы считаете, индивидуальный посетитель, он может проникнуться и понять важность и ту информацию, которую несут те или иные артефакты? Или все-таки экскурсионные, это более понятно, доступно и больше можно получить информации? Вы знаете, все люди разные. Они приходят в музей с разной степенью подготовленности. Но то, что художественно музей организован так, что он производит глубочайшие эмоциональные впечатления человека, это мне стало понятно, когда я стала читать книгу отзывов. Конечно, продуманный тикетаж, конечно, продуманные вводные тексты. Но самое главное, это вот такое художественно-эмоциональное впечатление. Оно работает, и это очень важно. Несмотря что первые посетители были в 1892 году, сейчас это экспозиция на европейского уровня. Чем вы удивляетесь сейчас посетителей, и что такого современного представлено? Знаете, я бы хотела сказать, что какие бы новые технологии не приходили в музей, какие бы невероятные подходы не появлялись в музейном деле, генетическая система любого музея, его кровеносная система — это его фонды, это вещи, которые мы храним. А наши вещи, наверное, значение их переоценить сложно. Дальше уже возникает другая проблема. Как правильно дать свет? А хранить — это одно, а как экспонировать, чтобы сохранить их? Но, к огромному сожалению, история музея складывалась непросто. И многие вещи, особенно раскопок дореволюционного периода, оказались в собрании других музеев. А их показать тоже хочется. И вот здесь на помощь приходят новые современные технологии. И буквально в последний момент, вы знаете, как непросто привозить все в Крым, крымская переправа и так далее, керченские переправы. Но мы справились с этой задачей, и мы смогли вовремя поставить интерактивные столы, которые рассказали и о коллекции монет, и о истории создания первой античной экспозиции, о экспозициях последующих лет. И, конечно же, наши пирамиды, в которой представлены золотые вещи, которые сегодня находятся в государственном Эрмитаже. И, пользуясь случаем, земной поклон коллегам из Эрмитажа, которые очень быстро предоставили нам все необходимые фотографии. Экспозиция живая, она живет мыслью, она живет смыслом, она будет наполняться, она будет изменяться в какой-то степени. И это очень важно. Удалось сохранить эти все экспоненты при свете? Ведь свет для них разрушителен. Во-первых, свет имеет определенные характеристики. Очень важно направление света. А вот некоторые витрины могут показаться нашим посетителям темноватые, и для этого есть вполне естественное объяснение. Вот тот портрет Еруныша, о котором я говорила, это потрясающий памятник античности, огромный памятник, выполненный в очень непростой технике, сочетание воска и минеральных красителей. Он не подсвечен вообще, потому что направленный свет может его разрушить. Поэтому у нас в музейном деле, как в медицине, главное не доврезить. Поэтому очень важно было создать необходимый температурно-влажностный режим. Надо, чтобы было комфортно и нашим вещам, и нашим посетителям. Как вы уже сказали в самом начале, 2017 год очень богат на юбилеи для вашего музея. Расскажите, пожалуйста, что? Да, действительно, год юбилейный. Вот так, чтобы в один год сложилось столько значимых событий. И дата открытия музея – 125 лет. По античным меркам это много или мало? Знаете, по античным меркам это мгновение. Херсонесу – 2500 лет. Но если мы говорим о музейной составляющей, для музея это много. Это очень значимый период, когда надо показывать результаты. Когда музей собирает очень значимую коллекцию, а еще надо думать о том, что вещи надо реставрировать. И вот для открытия музея потребовалась колоссальная работа реставраторов. Ведь 2700 экспонатов. Их нужно было привести в экспозиционное состояние. Это тоже огромная работа. 125 лет назад только проводились раскопки и находили эти вещи. Часть из них удавалось сохранить и экспонировать. Сейчас, через 125 лет, тот уровень, которого достиг музей, как вы считаете, он достоин. Или есть еще куда стремить? То, что можно не отдавать в различные музеи, а можно у себя и сохранять, и реставрировать, и экспонировать. Мы создали, как мне кажется, музей европейского уровня. Но Херсонес достоин большего. И, конечно, если бы у нас был хороший реставрационный центр, имеющий, например, такие диковины, как лазерная обработка мрамора, никто бы от этого не отказался. Мы очень надеемся, что в нашем новом фондохранилище найдется место для подобных редкостей, современной хитрости, потому что наши вещи того стоят. Запасники Херсонеса таят в себе очень много интересных вещей. Но, например, мы выставили комплекс Юпитера-де-Лихены из Балаклавы. Кстати, очень непросто выставили. Там представлено и то, как вещи были найдены, и реконструкция, как это могло выглядеть первоначально. И когда экспонатура выставлялась, очень важно было сохранить вот эту вот задумку первоначального художника. И девочки-реставраторы блестяще справились с этой задачей. Они восстановили внутреннее пространство храма так, как это делали римляне, в той же цветовой гамме, и даже с использованием тех же материалов. Была использована даже мраморная пудра. Вот эти все мелочи, вот эти все тонкости при создании музея, они имеют огромное значение. В этом году, 2 мая, уже исполнилось 170-летие со дня рождения основателя вашего музея. Насколько чтят его, насколько помнят и уважают тот вклад, который был. Вы знаете, история говорит нам о том, что за любой музейной коллекцией обязательно стоит чье-то имя. И какое счастье, что мы знаем эти имена. Роль личности в истории никто не отменял. И Карл Казимирович, который даже покоится на территории Херсонеса, он достоин всяческого уважения. Если бы он не сделал первый музей, склад древностей, то сегодня о музее античности мы просто не могли бы говорить. И 2 мая, это день его рождения, сотрудники музея собрались около его могилы, положили на его могилы розы. И вы знаете, в нашей жизни, в музейной, случается очень много необъяснивых вещей. На его могиле растет какая-то трава такого воскового цвета. И в этом году было необыкновенное цветение. Вся эта трава покрылась маленькими белыми цветами. Старожилы говорят, что такого цветения интенсивного не было. Мы сделали специальную выставку, посвященную Карлу Казимировичу. И наши гости могли на пипитрах, на мольбертах, которые выставлены на территории, познакомиться с его жизнью, с его дневниками, с его отношением к делу. Ведь он писал, что если я буду разлучен с Херсонесом, я просто умру. И вот у меня такое ощущение, что Карл Казимирович сказал нам спасибо за память. Светлана Евгеньевна, в юбилее не только время подводить итоги, но и посмотреть вперед. Следующий шаг. У нас буквально одна минута. Что такого бы готовить? Вы знаете, Херсонес — это такое удивительное место, рожденное морем. Сюда на кораблях древние креки привезли свою культуру, свою цилизацию, свое понимание долга, нравственности. И нам бы хотелось создать некое музейное пространство, где мы могли поговорить о Херсонесе во всех апостасях. И давайте помнить о том, что Херсонес — это место, где русская нация родилась духовная. И очень бы хотелось сделать музей с условным названием «Херсонеса море», где мы могли показать то, что мы сегодня еще отнимаем у морских глубин, и поговорить в широком смысле об этом понятии. Море — человек, цивилизация, духовность. Спасибо большое. Мы будем очень ждать, что же это будет и как оно будет представлено. Я напоминаю нашим телезрителям, гостям студии, была Светлана Евгеньевна Мельникова, директор государственного историко-археологического музея заповедника Херсонес-Таврический. Спасибо вам огромное, Светлана Евгеньевна. С вами же я не прощаюсь, уважаемые телезрители. До встречи на информационном канале Севастополя в программе «Премия Икс». Севастополя